Всем привет, на связи IT District и сейчас мы поговорим об очень распространенном мифе, которым меня замучили зрители, а именно о том, что якобы с помощью концепции WebView можно очень быстро и дешево создать мобильное приложение. Итак, поехали. Если вы хотите стать Android разработчиком и разрабатывать мобильные приложения на заказ, то я могу вам предложить личную обучающую программу, в рамках которой я буду работать и обучать вас один на один, то есть лично вас и подстраиваться под ваши способности. Или если вам нужно создать мобильное приложение, то вы можете обратиться ко мне за помощью, у меня есть различные варианты сотрудничества, как от бюджетных, так и для более совершенных вариантов. Чтобы подробнее ознакомиться с программой обучения, вы можете кликнуть по ссылке, которая находится в описании к этому видео и также в описании есть все ссылки для связи со мной, если вам нужно мобильное приложение и вы хотите, чтобы я вам разработал его под заказ. В общем, кликайте по ссылке в описании. В общем, в чем тут дело? Меня в последнее время атаковали зрители с вопросами, что такое WebView и правда, что с этим подходом можно создать мобильное приложение для Android быстро и дешево. И правда, что за таким подходом будущее. Я, конечно, знал про такой виджет как WebView, но я никогда не знал и не предполагал, что это какой-то там подход. И я решил разобраться, откуда тут эта идея вдруг возникла. Я начал гуглить и в итоге я обнаружил, что некоторые блогеры пронюхали, что тематика создания мобильных Android приложений подешевле и как-то побыстрее. Довольно-таки популярная тема и решили схватить популярность на этом вопросе и ввели в заблуждение всех своих зрителей. Также эту тему распространяют многие начинающие в основном, ну и не только начинающие Android разработчики, которые хотят по-быстрому срубить денег за разработку мобильных приложений и не хотят делать качественный продукт. В таких видео эти блогеры высказывали такую идею. Например, у вас есть свой сайт или интернет-магазин и вы хотели бы еще под него создать мобильное приложение на Android. Такие люди решили сыграть на чувствах таких пользователей и раскрыли тему о том, что, например, вам не нужно создавать свое какое-то особое мобильное приложение, продумывать его архитектуру, какой-то особенный функционал, не нужно подключать базу данных, вам не нужно продумывать сочетание UI элементов приложений, то есть различных кнопок, переключателей, окон и так далее. То есть как бы вами манипулируют и вам говорят, что вам не нужно решать ряд проблем, которые по факту будут неизбежны при разработке любого нормального мобильного приложения. Вместо этого они как бы вам дают такую волшебную кнопку и говорят, что WebView позволяет просто превратить ваш сайт в мобильное приложение. Все это на самом деле, все это большой обман. WebView это обычный виджет, это элемент мобильного приложения, который позволяет просто просматривать веб-страницы. В базовом использовании при клике по ссылке внутри такого WebView у вас будет открываться браузер сайта. Да, можно сделать некоторые манипуляции и в результате при клике по такой ссылке WebView не будет не открываться никакой браузер, а вы можете прямо гулять по сети внутри этого виджета. Но вы в итоге получаете просто просмотрщик сайтов, то есть инструмент серфинга в интернете, а не какое-то не мобильное приложение, как это заявляют многие люди, которые пропагандируют этот подход. Мой ответ на вопрос, стоит ли использовать подход WebView, однозначно нет. Это полный отстой и шизофрения. Это не концепция и не метод создания приложения. Это обычный просмотрщик страничек в интернете. Он может быть использован как какой-то элемент в большом мобильном приложении, то есть посмотреть какой-то участок вашего сайта. Но его нельзя использовать как основной инструмент, на котором основывается все ваше мобильное приложение. И вроде бы, якобы, такие мобильные приложения, которые были созданы путем манипуляций и используют чисто WebView, они, такие приложения, начали блокироваться компанией Google. И это правильно, это правильный подход. Не попадайте в лапы мошенникам. Если вы решили создать свое мобильное приложение, то делайте это качественно, с продуманной архитектурой, с нормальной базой данных и с правильным подходом. А на этом у меня на сегодня все. С вами был IT District. До встречи в понедельник.